Дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. День 1 апреля. 1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара. Кстати, в качестве национальной валюты США он был утвержден позднее, в 1785 году. Поллок взял за образец знак испанской песеты. В знаке песеты две черты поверх буквы «С» символизировали геркулесового столпы, на которые опирается государственный герб Испании. Две колонны, обвитые лентой, символизировали собой край земли, конец, тупик. А надпись на ленте гласила «Неч плюс ультра минус дальше некуда». Есть версия, что сама буква «С» произошла от окончания множественного числа в словах доллар или песо. В испанском языке это выглядит так, один доллар, два долларес и один песо, два песос, отсюда и символ «С». Есть и предположение, что символ доллара происходит от небольшой цифры 8, которая ставилась на испанских песо, равных 8 риалам, а две вертикальные линии были добавлены, чтобы не происходила путаница. Так или иначе, трактовок и ассоциаций было великое множество, кто-то видел в этой загогулине латинскую «С», прибитую для устойчивости восклицательными знаками, кто-то «С» расшифровывал как «С» или «Минус» распродажа и так далее. А вот американцы были уверены, что знак доллара образовался как комбинация первых букв названия государства «УИС», унитет стать «С», наложенных друг на друга, у которых нижняя часть буквы «У» постепенно исчезла. Затем прошло еще много лет, и американцы, с целью экономии времени при написании, стали знак доллара перечеркивать лишь одной черточкой «И», так и получился сегодня всем известный знак доллара «Доллар». Кстати, само слово «доллар» происходит от немецкого «таллер», полученного от сокращения «ИОАХИМ» с «ТАЛЕРМУНЦА», монеты из долины СВ «ИОАХИМа». Вариантами этого названия в различных странах были «Таллера» в Италии, «Даллера» в Испании, «Даллер» в Скандинавии. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.